Здравствуйте, уважаемые телезрители! Давайте порисуем. Звучит призывно и заманчиво. Тема нашей передачи называется необычно. Колыхание драпировки. Давайте с вами приступим к работе. Вот этот вот небольшой натюрморт, вот он у нас будет вот здесь, вот этот стакан. Я специально его в угол загнала, да? И здесь вот что-то напоминающее такой, ну, стол или еще что-то. Вот горизонтальную плоскость одним словом. Ну, ромашки, все знают, как их рисовать, как их писать. Дети любят очень гадать на ромашках, писать на ромашках. Все любят и знают, что это за цветы. Вот я их, эти ромашки, ну, вот сюда вот, вот так вот, пока такой массой сделала, да? Какой мне хочется сделать драпировку? Вот все-таки я вспоминаю старых мастеров и путь возрождения. Они любили такой бордовый, алый, красный, насыщенный. И вот я тоже хочу взять такой кармин, яркий очень цвет, и попробовать... У меня несколько кистей здесь, да? И я хочу вот этот вот... Посмотрите, какой это цвет. Я хочу понаслаждаться самой густотой и насыщенностью этого цвета. Вот он у нас такой, вот. И как бы белая грунтовка, она придает ему еще большую такую яркость. Вот если мне нужен разбил, то вот разбил этого кармина еще более яркий. Посмотрите, какой это разбил. И вот эти складки, видите, драпировки, они как волновые такие линии. Они у меня и будут главными героями этой постановки. Вот я их направляю, движение этих складок. Вот, посмотрите. И любуюсь этим оттенком, который сам по себе этот цвет имеет эстетическую глубину и насыщенность. И не хочется его смешивать ни с чем, этот цвет. Хочется просто любоваться им самим на белом фоне. Единственное... И опять-таки вот я даю разбил, да? Вот, посмотрите, вот эти вот волновые линии, вот. Вот, да? И здесь. Вот. Такой малиновый оттенок. Такой. Вот у меня такая есть идея написать этот натюрморт драпировок. Вот они колышутся на ветру, эти драпировки. Но, конечно, натюрморт получится таким декоративным, да? Вот. Но чтобы задать это движение складок, может быть, имеет смысл ввести сюда такой, ну, не хочу сказать, что зелёный, можно зелёный, можно такой вот серый или серый, тёмный. Он будет как бы стальной, и он тоже будет направлять вот это движение складок. Вот мы... И главное, что хочется здесь, здесь хочется просто свободы. Вот я здесь так делаю, да? И я этот же серый вот здесь продолжаю. И вкрапляю его вот сюда. И делаю здесь какую-то перепонку, складку. Главное, чтобы вам нравилось, вот, как кисть, она касается вот к этому материалу, как она работает с ним. Здесь, допустим, я могу там или серый, или чёрный сделать каким-то откровенным, с оттенком, возможно. И опять-таки, вот, задам я эти волновые какие-то ритмы, ряды. Где-то, может быть, здесь вот продолжение будет. Вот смотрите, если концентрацию вы берёте краски, то она густая и тёмная, да? И здесь вот, если мы пишем в такой лёгкой протирочке, то посмотрите, какой оттенок получается. Просто яркий оттенок. И то же самое мы здесь. Ну вот эти складки, такое ощущение. Задаём самими складками. Оказывается, что они, драпировка, её цвет, насыщенность и глубина, и характер складок, имеют такое же, в общем-то, значение, как и сама постановка. Или может иметь такое же значение, как и сама постановка. Вот не случайно все дети любят красный. Красный, значит, красивый. Вот карминовый красный. Очень красивый цвет. И я здесь, опять-таки, характер вот этих ромашек уже. Можно найти там прострелы. И, естественно, что через какой-то там серый мы будем писать эти ромашки. Вот дальше нам нужно с вами торопиться. Я здесь уже продолжаю начатую на нами тему. И вот этот весь фон, посмотрите, он действительно как будто колеблется, как будто колышется. Вот мы наслаждаемся этой красочной такой глубиной этого кармина. Сама драпировка, как такой огромный красный букет цветов, да, дополнением к которому служат уже ромашки. Вот я здесь за счет разбила даю эти ходы пространственные. Можно немножко добавить такого холодного вот здесь такого цвета. Но это только немножко. Мы с вами договорились, что у нас в основном будет кармин активный красный. Я сейчас возьму вот этот цвет белый, серый. Ну, который тоже нам нужно будет найти, оттенки. Ну, желательно, чтобы они, конечно, не мешали с этим кармином. И одним словом, вот здесь это такого цвета вот у нас синий, желтоватый вот такие оттенки. И, естественно, что сами глазки, вот ромашку, они, может быть, теплее будут, да. Ну, и, конечно, здесь имеет смысл вот посмотреть, все-таки зеленый он у нас будет. Активный или менее активный, но я сейчас погашу этот стакан. Погашу здесь. И, естественно, что вот хочется еще поработать. Хочется поработать. И мы сейчас эту нижнюю плоскость уточним. И характер этих лепестков. Здесь вот эти языки такие будут у нас. Ну, я серые здесь уже оттенки включаю. Ничего страшного. И здесь мы можем дописать вот эту вот плоскость. То есть мы с вами сейчас придем к фактуре, к фактурной такой драпировке. Я сейчас еще здесь уведу эти места. вот так, вот так, зададим вот так этот оттенок. Вот так. И одновременно, вот чтобы вы поняли, какова мысль, какой ход моих рассуждений, одновременно мы с вами возьмем вот такую драпировку. Да, посмотрите, у нас задается вот этот ход таким движением, а мы сделаем эту фактуру. То есть мы найдем складки и действительно эту драпировку сюда включим в этот натюрморт, в эту постановку. Ну, как мы сделаем, чтобы она органично смотрелась? Мы разведем воду, добавим туда нужное количество белого клея и окунем туда драпировку, тщательно промокнем, а потом приладим к нашему натюрморту, но уже со складками. И посмотрим, как эти складки расположить. И дадим высохнуть. И вы увидите, что произойдет. Мы эту драпировку уже приклеили на нашу работу и подождали, пока она высохнет. И она получилась как камень. Вот видите? То есть получилась практически как рельеф. И видите, немножко пописали ромашки, которые, кстати, имеют такое свойство натурности, да? Ну, дали просохнуть. И, конечно, вот можно еще уточнить характер движения лепестков. Вот, и создать такой волнующий образ. Они словно вторят вот этим движением складок, которые мы сейчас тоже подчеркнем. Вот уже сделаем их в унисон этим вот лепесточком ромашки. Да, и более того, мы сейчас должны обобщить и саму драпировку сделать органичной. То есть у нас драпировка получилась такой рельефной. Вот я сейчас делаю эти лепестки. Какие ближе к нам? Какие дальше? Да, и немножко их делаю такими красивыми. Приукрашиваю. Но, может быть, задача живописи и состоит в создании красоты и приукрашивании окружающего мира. Это тоже хорошая точка зрения. Здесь вот какая-то такая ромашка тоже выбилась. Вот. Но эти ушли туда в глубину. Я еще хотела бы сделать какие-то насыщенные места. места пройтись вот по каким-то таким местам, которые подчеркивают это колыхание драпировки и уже вместе с нашей рельефной драпировкой это все решить. То есть пройтись по этой драпировке. Но как пройтись? Я хочу все-таки... Она задает особый цвет и ритм. И вот пусть она будет своеобразной. То есть ее нужно вписать в этот контекст. Вот видите, она уже здесь ложится сама собой. Но в то же время ее движение, вот этой драпировки, вот в эту сторону, да, как бы наперекор тому, что... И прожилки самой этой драпировки, как бы наперекор тому, что у нас на плоскости изображено. В этом тоже есть свой смысл. Вот видите, она уже становится частью нашего ветер-морта с вами. Она завязывает с собой какой-то узел вот этого общего движения, этой общей ритмопластики. И я еще вот делаю более такой насыщенный этот цвет. Здесь он более вот глухой, как бы проваленный, да? А здесь он вот более насыщенный в местах. И, может быть, даже с каким-то оттенком холодноватым. Вот, вот, как бы закручивается здесь. Вот так. Так, так. Так, выходит. Как мы видим, вот у нас здесь, в общем-то, главным действующим лицом становится не натюрморт, а с ромашками, да, а драпировка. А ромашки просто принадлежность, часть этого натюрморта. Но не доминирующая. Здесь доминирует драпировка. Она по силе вот контрастирует. она становится рельефной. Она имеет развитие в этом натюрморте. Вот что я имела в виду, когда ставила темой нашего занятия вот этот вот контекст колыхания, драпировки. Вот видите, она здесь вписалась. ну, я, наверное, бы здесь все-таки дала может быть, контур дала. Вот контур, он обобщит сейчас. Ну, только там, где это нужно, чтобы этот контур тоже завязался с нашими драпировками. Он тоже включился в эту игру. вот, и тоже стал рельефным, понимаете? Вот этот рельеф, эта линия рельефа, она как будто здесь вот продолжилась. Вот. Но не везде пошла, а имеет вот такой характер. и мы сейчас его сделаем более таким ощутимым. Здесь у нас передний план. И уведем вот эту вот линию вместе со стеблем вниз. и здесь бы я вот так еще связала это как орнамент, сделала такую скульптуру. А здесь пусть останется вот так, как было. И одним словом, вот еще какие-то линии, то есть я здесь бы подчеркнула. Вот. то есть она у нас здесь вот так вот вышла. Вышла в объем. Она из живописи у нас вышла в объем. Вот в чем смысл нашего занятия сегодня. Мы показали этот процесс. но здесь можно только вот еще усилить эту пластику и динамику. И тут вот у нас остался осталась краска на палитре. Она не черная, а какая-то синеватая. но это ультрамарин остался. Вот видите, мы видим вполне такое действие из этой драпировки. Я бы еще, чтобы закончить работу, блик сделала такой. Ну, я бы оставила это вот в таком варианте и посмотрела бы, когда это высохнет, имеет ли смысл что-то добавить или что-то дописать. Но мне кажется, что вот сама фактура вот этой ткани с мазками краски на ней, она здесь уместна и она здесь по-своему живописна. Вот к чему мы пришли. Мы продолжаем тему колыхания драпировки. И я уже показала вам этот прием на предыдущей работы закрепления драпировки на плоскости холста или картона грунтованного или арголита. И вот мы с вами тоже взяли такую драпировку. И я хочу сделать орнамент из этой драпировки. И конечно, я сначала также эту ткань намочу в воде с ПВА, а потом приклею и дождусь, пока она высохнет. И потом что мне хочется сделать? Тоже припорошить ее какой-то красочкой. и вот я предварительно сделала такую заготовку, которую сейчас мы и здесь с ней будем работать. Вот что у нас получилось. Вот эта ткань высохшая, вот именно эта, именно эта, однородная, вот она вот так вот легла. потом я белой гуашью покрыла вот эти прожилки и получилось нечто очень похожее на маску. Я думаю, что это похоже на маску скомороха. Вот здесь у него такой язык будет. Он показывает нам язык. Это шут. на Руси еще почитались там шуты гороховые, знаете, да? И вот мы эту маску здесь немножко в студии доведем до ума. Мы из нее сделаем человека. То есть я там нарисую здесь вот глаза. Если там в предыдущей работе у нас колыхание драпировки у нас изначально был рисунок, а потом мы ввели туда рельеф, то здесь из драпировки мы сделали рельеф, а сейчас вводим вот элементы такой живописи, да? И вот мы делаем эти глаза, делаем ну там рот, допустим. вот. И мы еще с вами должны сделать колпак. Вот. Ну, можно сделать румяна там на щеках. такие. А можно сделать такой вот цветной колпак из там с ушками, да, он вот с такими полосочками. Они могут быть там синие, желтые, красные, белые. вон такой веселый скоморох, призванный веселить людей шутками, прибаутками, играющий на гуслях. Это может быть, конечно, решаться этот образ мог быть как просто скульптурная маска на фасаде здания, но мы ее сделали вот такой декоративной. Ну, естественно, можно сделать тут и брови подчеркнуть. Вот, казалось бы, бесформенная сначала масса этой драпировки, тряпки, да, она превращается вот в вполне такой осмысленной скульптурный образ. Посмотрите, что это просто как камень затвердевает, что тут не сломать руками, не сдвинуть. То есть, это очень такое прочное получается сооружение. Ну, я сделаю такие две дырочки ноздри. Ноздри. То есть, он в такой у нас гримасе с вами, да? Здесь, мне кажется, что вот удачно эти складки сформировались, и действительно получилась эта гримаса. Получилась скульптура. Я только лишь что делаю, я только подчеркиваю здесь то, что само собой напрашивается. Допустим, здесь вот эти вот уши, вот здесь слуховой проем, да? Ну, они могут просто быть оттопыренными или там как-то висеть. Или серьги. такое существо и веселое, и комическое, и, кстати, наталкивающее на философские раздумья. Вот здесь еще хочется, значит, вот добавить красненького цвета. получалось такой маскарон. Ну, а здесь вот висят такие пампушечки. Вот. Клоун. Одним словом, клоун из цирка. вот сейчас получается такой персонаж. Видите, сколько ассоциаций могут складки вызывать у человека. Простые складки. Вот. И здесь, конечно же, чтобы детям было интересно смотреть, вот такой бантик. да, именно так. Ну, очевидно, что здесь должны пойти вот плечи нашего веселого персонажа. И вот он такой забавный. И здесь еще такие полосочки на маечке. Вот наш клоун из цирка. Но дело в том, что если уже идти от маскарона, если вот рассмотреть всю нашу плоскость как композицию, то я бы здесь еще порисовала, а может быть еще ввела вот такие какие-то орнаменты. Может быть это будут какие-то венки лавровые, или это будут гирлянды по углам, понимаете? Но вот что-то здесь такое еще должно быть. Или это будет вот наверху для композиции. Какой-то венчающий образ еще должен быть. Вот мы с вами моделируем такую форму, такое пространство. Примерно, как может здесь дальше развиваться событие, действие. Задрапировали. Мы здесь задрапировали. Вот это вот колыхание драпировки. Это нужно смотреть. Нужно смотреть, как будет идти по складкам под ткани. Может быть ткань взять более плотную еще, а может быть оставить такую. И опять-таки смочить это все водой. И ткань водой с ПВА. И вот эти складки найти пластику этих складок. Вот. А потом подумать... Ну я бы вот так сделала. А потом подумать, как эту композицию продолжить. И может быть здесь иметь смысл там нарисовать опять каких-то человечков. Вот. Веселых человечков. Клоунов. Давайте с вами вот просто пошутим и нарисуем таких клоунов цирки. Может быть неповоротливых, но добрых и смешных. Которые катаются на шаре. Которые дарят детям подарки. И вот это ощущение цирка, трюкачество, да, оно и будет главным в нашей сегодняшней работе. Посвященный колыханию драпировки на самом деле. И плавно перешедший в тему развлечения, забавы и цирка. Ну пусть здесь будет такой мяч. Сразу все вспоминают этого забавного веселого клоуна с мячом или со снеговиком. И то же самое мы, чтобы это соединить, мы как-то вот... Напоминают это все лубочные рисунки, народные картинки. Значит, надо все-таки поаккуратнее здесь сделать. Или Буратино, вот, да? Одним словом, это образы детства. Образы нашей фантазии, образы детства. Или это пьеро. Видите, сколько ассоциаций возникает. Но одним словом, хочется что-то такое праздничное, доброе и веселое. Вот. Ну, я, с вашего позволения, вот, продолжу. Здесь мы тоже нарисуем этих человечках. Одним словом, вот, идея такая, что сделать такой рельеф скульптурный. И как его делать, я вам уже сказала. И украсить его уже по этому рельефу разными фигурами, масками. Значит, можно зверей сюда врисовать. Тему цирка, тему праздника включить. Там, допустим, снеговик сделать, или Чаполину нарисовать. В общем, такая ассоциация. Ну, вот, когда я уже здесь рисую, то мне кажется, что не хватает много белого, не хватает красного. То есть задачи-то тут художественные. Тут нужно вот это связать, эти складки с общим характером движения. Здесь главное не переборщить, как говорят, да, с цветом, чтобы не было много красного или много белого, да. Чтобы эти цвета уравновешивали друг друга. Вот, всё это нужно учитывать. Или, допустим, здесь вот. Хотя первоначально, на самом деле, я вам признаюсь, что у меня была идея сделать маску льва. Но вот, когда я начала её делать, я увидела в этих складках, прежде всего, клоуна, скомаруха, шута. Я подчёркиваю теперь объём этой нашей скульптуры. Потому что она стала пропадать, когда я ещё больше здесь разложила тряпок и сделала изображение, то наш персонаж стал пропадать. И захотелось дать ещё больше затонировать вот здесь вот, да, кистью. Чтобы он ярче смотрелся. И главное, вот здесь, пусть это будет тогда у нас такой жабо-воротник, вот, вокруг шеи. А лицо мы с вами, маску саму, да, мы её подчёркиваем, вот сейчас выделяем. То есть захотелось проработать. Те же самые принципы создания объёма, что и в живописи, в станковой. Я имею в виду линия, видите, цвет декоративный, пластика. Вот всё то же самое. Может быть, здесь вот так пойдёт это лицо. Одним словом, мы властны над тем, или подчеркнуть эту складку за счёт уже линий цвета. Мы властны вот с помощью цвета, с помощью формы создавать с вами такие вот персонажи. Теперь здесь хочется погасить вот этот фон уже. Видите, он, когда я вот здесь немножко закрашу сейчас вот эту хотя бы плоскость, то рельеф выступает на нас. Причём вот эти белые прожилки на свету, они становятся значимыми. Я здесь стараюсь просто убрать ненужные светящиеся белые пятна, чтобы наш скоморог-клоун, он... А здесь наоборот оставить прожилки. Вот, теперь становится... Понятно. Теперь становится понятно и замысел, и идея. Всё-таки вот эту гирлянду нужно будет сделать, и нужно здесь будет тоже ввести её сюда, эту гирлянду. И тоже здесь вот, очевидно, составить эти... Этот цветок, или там это сделать... Цветочек аленький. Вот. Ну, я просто продолжаю уже вводить на плоскость, чтобы это всё смотрелось органично. Видите, красный, он очень такой эффектный, с розовой драпировкой и с белыми вот этими проблесками тут. Можно, конечно, язык ещё приклеить, чтобы было видно, что он показывает язык, но это уже впоследствии. Вот, видите, мы с вами эту гримасу ещё подчеркнули. Видите, рот у нас был сначала так, а теперь мы его сделали выше, подняли, и более такая насыщенная стала эта гримаса. Так же, как и здесь вот. Вот, он нам действительно улыбается, гримасничает, показывает язык и веселит. Он нас забавляет. В этом его клоунское предназначение. Вот такая наша сегодня композиция колыхания и драпировки. Таким образом, мы сделали на нашей передаче то, что хотели. Мы хотели достигнуть совершенства и гармонии и познали радость творчества. До новых встреч в нашей развлекательно-познавательной передаче. Давайте порисуем.